Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем переходить к игру под названием Fallout 4. И предлагаю посетить Добрососедство, потому что мы скопили много скарба в инвентаре, соответственно. И еще можно прокачать Супер Кувалду и вроде какой-то там лазерный пистолет интересненький. Так, Стуржес, будь добр, отойди, пожалуйста. Стуржес, ты не можешь ждать? А, прилепить на силовую броню. Нормалек. Как-то уже даже без силовой брони не прикольно тут ходить. Особенно без джетпека. Да. Нормалек. Нормалек. Да, нужно, конечно же, оружие убрать. Наверное, пока что прокачаем только Супер Кувалду. Ну, Супер Молот, так называемый. И нормалек. Че-то он как-то долго там колупается. Мне это не совсем нравится. Хлам весь, да, сложили замечательно. Кх-кх-кх. Я не могу взять все кредит. Просто когда ты думаешь, что ты безопасен, ты не можешь. Это как они всегда получат тебя. Че? А, я думал, у него какой-то квест будет, но нет. Ну, проваливай, давай, слышь. Эй. Вот, нормально. А. Сил бы броня. А, нельзя улучшать оружие. Да, Супер Молот. А, Кузнец необходим. Даже так, да? Подождите-ка. Я бы все думал, что у Супер Молота урона гораздо больше. Хм. Странно. Ну, ладно. А, надо, значит, Кузнеца прокачивать. По-любому. А, Потрошитель. Мне вот очень интересно. Оружие Потрошителя, это как такая маленькая бензопила. Вот, насколько там урон хороший. О-о-ой. Урон так себе, но зато скорость очень быстрая. Это прикольно. Да. Так, залезай в броню. Так, че тут? Рейдеры бузят, что ли? Не понимаю. Тут рейдеры набег совершали? Не понимаю. Ну, ладно. Так, тут нужно кровать поставить. Нет. Кровати пока что здесь не надо ставить. И на какой мы локации были? Ну-ка. Че-то я тут запутался немножечко. Так, подождите. Медтек. Медтек. Вот это интересно будет очень посетить. Уэст Эверетт, может быть. По крайней мере, очень на то похоже. Почитаю, думаю, что именно вот эта локация называется Уэст Эверетт. Ну и надо посетить медтек, о котором мы читали в терминале. Да. Да, да, точно. То самое место. А, только... Да, зачищенное. Угу. Прекрасно. Ну, так. Тут супермутанты. Рядом. Давайте мы их убьем. Мастер, говоришь, да? Да иди ты. Ты че ржешь-то? Дурак что ли? Я сейчас убью, ты ржешь. Дурная башка. Надо поставить сразу в быстрый слот оружие. Да. О, замечательно. Иди в попу. Че-то совершенно непотребно произошло, и супермутант закопытился. Нафиг. Прожди. Вот, бери патроны. Кому сказано патроны брать. Вот, замечательно. Я думаю, что больше в этой локации ничего такого особо интересного-то и нет. Кстати, че это тут все... Прокачали, освещение сделали. Эй, не надо так. Турель. Ой. Че это за звук такой страшный? Ага. Это гончий мутант. Завыл. Все понятно тогда. В чем суть? Все-таки интересно. Какой-то так разбазаривает электричество. Неужели супермутанты? Я не удивлюсь, если так оно и есть. Кстати, вы, наверное, заметили такой странный звук, да? Этот звук издает вот этот вот самый супермолот. У него там какой-то реактивная... Какая-то реактивная турбина расположена. Ну, ближайшее место это... Хотя мы уже и так рядышком. Да, пойдем именно к этому меттеку. Мне очень интересно это место. Все-таки мы с вами так прочитали о нем. В терминале там так интересно все было написано. Что не может не радовать. Тут гули, да? Понятно. Ляк, отдохни. Ох. А тачки хорошо взрываются от супермолота? Вот тут надо аккуратно. Тут машинка такая. Со слабенькой броней. Откровенно. О, псина. Тебя взрывы лечат. Нормально. Окей. Меттек ресерч. Тут, конечно, бардак такой конкретный. Желательная резинка, которая больше похожа на картридж для Дэнди. Двоенные деньги. Ну, конечно, почему бы не взять. И такая здесь приятная тишина. Всегда дверь, которая закрыта на легкий замок, вызывает подозрения. Ес. Да. Именно так. Алюминиевым. Канистра, это хорошо. Терминал службы. Все понятно. Тут то же самое. То есть, оригинальностью здесь терминалы не блещут. По крайней мере, те, что мы встретили. К сожалению, серебряный медальон. Да, его можно взять. Ковшик мы трогать не будем. Не надо. Мне кажется, что тут какие-то подземные укрепления есть у этого комплекса. Этот лифт не работает. Нормально. Как-то здесь еще и немного стремновато, скажу я вам. Но очень атмосферно. Стимулятор. Поднос возьмем. А вот медицинские ножницы проигнорируем. Хотя бы фаул тоже надо взять. Обязательно причем. Такая тишина. Она очень... Жуткая. Блин. Неужели этот чувак обожрался ментат? Не знаю. Вполне может быть. А может и нет. Это только предположение. Обеденная вилка. Кровяной мешок. Интересно, что в этом кровяном мешке может быть интересного. Вопрос гениальный, конечно. Может быть персонажа одеть в какой-нибудь костюмчик? Интересный. У нас же есть костюм так называемых туннельных змеев. Из третьего фуллаута. И он очень прикольный. Можно так персонажа одеть. Стимуляторов-то у нас все равно. Полным-полно. Поэтому надо пользоваться моментом. Так. Это шлюз. Мы открыли. Я не знаю, зачем мы его открывали. Совершенно причем. Пришли мы оттуда. Кстати, можно сюда еще сходить. Посмотреть, что здесь есть. А, ну вот и гуля. Ого, тихо. В зеркалах обычно можно найти много различных плюшек. Но чаще всего, конечно, там попадаются шпильки. Но шпильки у нас и так ломаются редко, потому что все-таки скилл мы прокачали. И это очень круто. Слушайте, это тут так кто-то пропоносился конкретно? Или это ржавчина? Не могу понять. Если это ржавчина, то что она делает на унитазе? А если кто-то пропоносился, то почему это поносит цвет ржавчины? Непонятно совершенно. Так, и снова у нас аптечка так называемая. Нормально. Давай, берем алюминиевую банку. Предлагаю пока обыскать первый ярус. Потому что на остальные ярусы соваться рановато. А, то есть шлюзы все равно не открываются, по сути, да? Получается. Это неприятно. Но ладно. Тогда пойдем на этаж выше. Пока что тут посмотрим, что есть. То ли там какие-то предметы, то ли это просто текстуры. Походу это текстуры, да. Я подумал, что по лестнице там какие-то плюшки лежат. Что-то мне кажется, здесь будет много гулей. Да, да, вон потихоньку идут. Сволочи такие. Паскудные. Ну-ка. Ну ты куда пошел? Доринда. Ну где они? Это я не люблю гули за то, что они с ними подкрадываются быстро. Стремные твари, а. Неприятные. О-о-о, женщина, ты что делаешь? Так, не надо все везти. Апсины тоже молодец. Отвлекает этих собак. И хороших. Как только может. Налинные яблоки, жевательная резинка. Что-то ерунда. Ну вот клей только разве интересен очень. Народ сиделял. Обзванивали, да? В этом офисе. Скорее всего именно так и есть. А на этаж выше мы опять-таки не пойдем пока что. Посмотрим, что тут есть. А, ну понятно, куда нам надо идти. Ну пока что торопиться не будем. Незачем торопиться. Правильно же ведь? Водка и мясо кротокрыса нет. Персонаж у нас имеет повышенную стойкость к алкоголю. Поэтому бесполезно пытаться его напоить. Он все равно не напьется. Так, лифт не работает, к сожалению. А пришли мы оттуда, да, получается? Угу, точно. Только откуда там гуль взялся, я не понимаю. Вроде его там не было. Наверное, откуда-то вылез. Подонок. Нехороший. Отдохни. Вот это было красиво. Даже очень, я бы сказал. Так, поднос и стимулятором это однозначно надо брать. А вот остальное это... Баскетбольный мяч это вроде как резина. Давайте возьмем. Потому что резина, не сказать, что редкий ресурс. Но приближенный к редкому ресурсу. Еще оказывается чаще всего средства образка. Нам нужно насобирать. Такие вот делишки. Интересно. О, нет. Или мы оттуда пришли. Я уже запутался здесь в помещениях. Да, лифт не работает. Я это уже понял хорошо. Можете не капитанить, когда конкретно. А вот тут мы были? А, точно. Да. Тут... Лестница тупо обрывается. Поэтому мы и сразу же не поднялись этажом выше. Ну да ладно. Утро, получается, нужно вот сюда идти. Я так думаю. Я слышу гулей. Правда, что они там фигели сагрились, когда мы еще даже до них не дошли. Режать. Прекрасно. Где у нас тут кузнец? Мне это очень интересно. Вот кузнец. Для оружия ближнего боя. О, какая бронька. Мутант и истребительная кожаная броня для туловища. Уменьшение урона от супер мутантов. Да, как бы силовой брони и так пофигу, кто урон персонаж наносит. Все равно урон тут не проходит нифига. По телу персонажа. Весь гасится металлической броней. Алюминиевая канистра. Да, бери. То есть, бывает простая канистра, а бывает еще и алюминиевая. Хорошо. Терминал руководства. И здесь нужен пароль. Хм. А где этот пароль найти? Наверное, там, где супер мутант был, да? Или вот здесь? Наверное, тут, я думаю. Радекс, антирадин. Да, мне кажется, что здесь этот пароль будет находиться. Надо быть чуть внимательнее, чтобы, наверное, его найти, да? Может быть, он в каком-то изгулей. И так далее, и тому подобное. А, знакомое место. Ага. Тут мы уже побывали. Значит, так или иначе, нам все равно возвращаться этажом выше. Аккуратно. Вот, нам сюда. Как же прикольно, когда есть джетпэк. Где-то тут... Можно было спуститься. Этажом ниже. По-моему, если не ошибаюсь, вот в этом месте. Да, точно. Это очень хорошо. Или мы опять-таки... Нет, мы не туда пришли. Что за ерунда? Подождите. Как-то странно. А локация зачищена? Нет, конечно же, она еще не зачищена. Хм. Интересный вопрос. Кстати, без джетпэка просто так не запрыгнешь, получается. Ну, отлично. Блин, вот очень интересный вопрос. А где же тогда нам нужно оказаться, чтобы полностью зачистить это здание? Он просто такой будоражащий, прямо скажем. Или просто нужно было того гуля замочить, который... Вот этого, да? Вдохни. Нет, все равно еще, как бы... Какие-то гули тут отмечены. Что за ерунда? И пароля нету тоже. От терминала. Пастырь. Лифт? Да. Лифт открыть невозможно, к сожалению. Что ж поделать? А выше можно забраться? Понятненько. Ничего тут такого шибко интересного нету, да? Ну, блин, так не прикольно. Так, где патроны? Бери. Я тоже был думал, что мы сейчас найдем тут пароль от терминала. Скроем этот терминал и уже посмотрим, что там такого. Понакалякали в нем необыкновенного. Радыкс, да, надо взять. Но, как я понял, этот пароль здесь где-то запрятан так хитро. От терминала руководства. Может быть, эти бумаги нет. Не похоже на то. Ну и ладно. Значит, здесь мы большую часть всего поизучали. Хорошо. И вот я не обратил внимания о сейфе. Может быть, тут где-то есть какой-нибудь... Сейф хитрый. Такое тоже возможно. И, скорее всего, в этом сейфе находился бы пароль и много ништяков. Но, похоже, сейфа тут нету. Им тут даже не пахнется, грубо говоря. А там мы уже были. Оттуда мы, собственно говоря, и пришли. Такие вот дела. Таким образом, что получается у нас есть... Да обошли мы все здания. Обошли. Как-то это неприятно совсем. Скажу я вам. У гули, у них бесполезно искать пароли. Потому что они не любят всякие там пароли. Гули это существа простые. Людьми не назовешь. Поэтому пускай будут существа. Все же мне интересно. А что сделать с той камерой, которая обеззараживает? Вопрос такой. Любопытный. Как-то же ведь можно пройти там? Или все-таки нет? Не знаю, не знаю. Давайте попробуем еще разок. Что за ерунда? Почему эту дверь даже взломать нельзя? А по карте, кстати... Куда там ведет... Этот так называемый шлюз. То есть, вот он. И потом из этого шлюза мы попадаем... Ааа, вот в это помещение. Интересно. Можно вообще как-то его обойти? Или что-нибудь такое наподобие сделать? Как я понял, нельзя. Ну, что-то раз совсем грустно будет. Да? Ну-кася. Лифт обесточен, походу. Совершенно. Это не круто. Это совершенно не камельфо. Какое-то странное, в общем, здание. Загадочное даже в какой-то степени. Я не понимаю, где там можно... Открыть проход в другую его часть. Ой, какая красотища, слушайте. Но! У меня появилась интересная мысль. А вдруг тут с другой стороны есть дверка какая-нибудь? Такое же возможно. И еще можно, как вариант, попробовать на крышу залезть. Тоже, почему нет? Только не говорится, что тут двери никакой нет. То есть, это будет вообще забавно. Ну, на самом деле, не так уж и забавно, как хотелось бы. Но все же... И лучше выбрать место получше для того, чтобы запрыгивать на это здание. Вот, нормально. Тут уже можно зарядить джитпэг. И сейчас мы с вами запрыгнем на крышу. Я не удивлюсь, если там будет какая-нибудь дверь. Или же лифт. Что-то гуль там потерялся, походу. Туда-сюда ходит. Вот, нормально. Ох, дверь какая-то. Но она слишком маленькая. Хотя нет, нормально. Для человека, да. Но никак не для силовой брони, соответственно. Ну-ка. Что-нибудь, тут нету дверей даже. Как так? Вы шутите? Похоже, нету здесь дверей, ребят. Можно, конечно, попробовать еще выше тут запрыгнуть. Ох ты как. Тут интересный принцип. Нельзя запрыгнуть туда. Или как вообще? Сейчас попробуем. Ну, хотя бы можно попробовать запрыгнуть на вот эти вентиляторы. Там персонажа как бы пристыковать. И уже с вентиляторов на крышу. Что, псина? Ты что? Что-то псина вытворяет. Нехорошие вещи какие-то. Ну что, попробуем. О, нормально. Замечательно. Нет, тут тоже ничего такого нет, получается. Ну, по крайней мере, тут прекрасно можно изучить местность. Все как на ладони почти. Что там в ближайших направлениях? Мальден-центр. Ну, рядом с убежищем 75. Мы вроде ничего не зачищали, да? То есть, можно... Что это за такое землетрясение было? Ужасное. Как будто что-то взорвалось. В общем, надо будет этот Мальден-центр тогда изучить. Потому что там не указано, что место зачищенное. Но убежище 75 у нас зачищенное непосредственно. Конечно, может быть, и Мальден-центр тоже зачищен. Просто об этом ничего не сказано. Ну, кто же узнает-то? Ну-ка. Оба! Ох, прикольно. Что ж, друзья, давайте мы таран на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.